механизм веры механизм веры если ты веришь свою молитву вали если тебе надо чтобы тебе эту молитву дал дед суфи ради бога могу тебе написать три штуки и скажу выбери в какую поверишь больше вот тут которую поверишь больше сиди и говори механизм самое главное что включался мы же вот программное обеспечение компьютера вот тут тут у работает вера включилась все есть результат нету вера нет результата вера или знание по молитвам по всему здесь вера потому что религия находится в секторе восприятия точки сборки до положение точки сборки субъективном восприятии где возможны чудеса где мир результат работы психики человека это не наука наука сидит на знание дает другая другое положение точки сборки человека другая крайность правда она где-то посередине все время плавать между ними туда-сюда туда-сюда человек от науки говорит я весь такой научный а потом бежит в церковь поставить на всякий случай свечку и на пасху покрасить яйца да ну это нормальный быт у нас в жизни о чем это говорит о том что все равно так или иначе точка сборки сюда заплыл и он пошел красить яйца на следующий день он приехал на конференцию кулаком постовый говорит существует только наука правда она где-то посередине все равно человек плавает и нету крайности мы все время мы не живем в черно-белом мире мы живем цветном мире спектр раскладывается до . сборки на своими есть так самая лучшая техника разговор с богом прыгание через костер женщины вот для женщин купола можно использовать вообще классно это можно для мужиков но обычно мужики на этом не заворачиваются и не заморачиваются а женщины которые начинают заморачиваться на телегане мужики тоже на этой теме заморачиваются иногда иногда и женщины а вдруг мой ребенок будет похож не на него да и понеслось у молодых иногда таких тараканы просто кони так вот для того чтобы разогнать это стало техника реально обучается исполняется и можно исполнять на купалу можно исполнять на любые дни равноденствия можно исполнять на рождество можно исполнять на крещение то есть вы по крупным каким-то знаменательным праздникам которые вас цепляют потому что опять-таки ключевой механизм веры вот и вера именно в данном случае ощущается на бессознательном уровне если есть привязка к реально какому-то празднику то работает значительно эффективнее есть костер да уже классно берете листы бумаги и женщины пишут на этих листах бумаги прощальные письма и благодарственное это называется благодарственное прощальное письмо своему любимому который мужчине который был у нее до последнего мужчины и просит благодарить его осознает все что было вспоминать все максимально вспомнить все хорошее плохое что было и положить на бумагу пускай перечислением фактом главное чтобы вы в себе это подняли этот пласт и это все прописали все это положили на бумагу на каждого мужчину отдельная бумага это не обязательно что у вас был секс с мужчиной если вы вспоминаете вдруг в процессе работы васю из 5 г который не обратил на ваше внимание на вас внимание и вы очень сильно страдали вы это тоже напишите вот потому что у вас была эмоциональная привязка речь идет о психоэмоциональных привязках и об энергетических связях потому что энергетика она всегда связана с информацией и информация таким образом оказывает влияние на ваше поле во всяком случае заморочка на эту тему в голове таракан если живет значит этого таракана это же не в моменте таракан живет в моменте здесь и сейчас а вася был в прошлом вася вообще можно уже менять там же только мысли о прошлом оставить поэтому вот сейчас мы будем убирать васю за счет этого обряда все прописали поблагодарили простили и отпустили ты меня обращаешь и отпускаешь я тебя прощаю отпускаю завершили этими фразами после этого свернули в трубочку можно завязать ниточкой можно не завязывать но главное что в трубочку скотчиком замотать чтобы трубочки собрались получаются такие письмена вот эти письмена вы если вы захотите можете сделать обряд хоровод поводить вокруг костра если вам вот вообще что дает хоровод хоровод уводит вас в транс но стран вас будет даже простой и тупой обсмотрение ногой вы можете всех посидеть там 5 минут замедитировать ногой а можете поводить хороводы вокруг костра, да, пришли в трансовое состояние, и с искренней любовью, и с благодарностью вы это все сжигаете, и видите, как огонь перерезает энергоинформационные вот эти ниточки, которые вас связывают с этим человеком. Раз, и сжег, раз, и сжег с вами, все с Петей, с Мишей, с Колей, и энергия ваша вернулась к вам, его вернулась к нему. Самое интересное, вот попробуйте выполнить этот обряд, самое интересное, что он дает, если эффект телегонии, после этой телегонии у вас уже не родятся семеро-неветят, если первым был негр, это на самом деле, вот этот эффект убирает у вас будут дети генетические того человека, с кем вы с этого момента начинаете связь. А это можно и просто, но на праздник просто это усиливается за счет коллективного эффекта. А на самом деле оконность все равно будет выполнять одну и ту же конкурсу, по функционалу, но и ту же. Вот этот вот эффект обряд проделали, это называется обряд очищения. Если вдруг вы потом вспомните, что еще в третьем классе у вас там было еще поле, вы всегда можете дописать, но делает это мужчина и женщина. Самое интересное, что самые сильные энергоинформационные связи, когда, например, ваша энергия утекала этому человеку, такое в жизни есть проявление, если он очень классно подсел и под вампиривает вас, он очень быстро чувствует обесточивание энергии, он попытается восстановить эту связь. Телефон держите выключенным, пожалуйста. Телефон убрать на всю эту ночь, чтобы с этим человеком не общаться. А на следующее утро вы ему позвоните, не вы ему, а он пускай звонит, но уже все восстановилось, уже энергия отработана, процесс завершен, все, и вы уже будете понимать, что о, привет. А еще по мобильнику очень классно смотреть, кто из них отреагировал, это значит, кто вас имел, продолжал видеть в жизни. Я имею в виду на энергии. Поэтому вот эти вот вещи, они реально рабочие, классные. Мы тоже участвовали в определенных ритуалах, причем неоднократно. И мне всегда разные ритуалы нравились. Потому что сегодня ты, я говорю, речь не идет только о сексе. Секс там за раз можете отработать, там, всех своих мужчин, женщин и так далее. Я говорю о том, что в жизни хватает психоэмоциональных привязок, даже случайно. Вот когда на работе там шеф приставал, или там в командировку поехала, а там где-то встретилась на пути пьяная компания и вот зацепила, да, там чем-то унизили или еще что-то, у вас возникла эмоциональная привязка, а энергия уходит с чем? И потом это все точно таким же образом. Можно это делать много раз, можно делать просто с огнем, да. На купалу, пожалуйста, используйте, возвращайтесь. Оздоровительный эффект, вот особенно с возрастом отработает, да, вот эти вещи. Оздоровительный эффект. Сколько энергии назад вернется? Даже с любой мелочью можно это делать. А? Даже с любой мелочью можно это делать. Да, да, да. Если вы почитаете Кастанеду, Кастанеда говорила о практиках перепросмотра, да, и возвращении энергии назад. Вот это, вот об этом я говорю. Я вот про эти техники ничего не знала, но я компенсивно делала. То есть на каждого человека делала, ну, все, что важно, вспомните, писала ему там, кому хотела писать радикальное прощение, и потом ходила поедет. Ну вот через прощение вообще хорошо энергия возвращается. Так, мы дошли до бесед с Богом. Любимая моя техника вообще, когда делается беседа с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok